Получая от вас письма, в которых вы делитесь своими радостями, а также нуждами или переживаниями, я понимаю, что у нас есть наш Господь, это источник силы, источник радости. Это наша поддержка и наша помощь даже в самых безвыходных или отчаянных обстоятельствах жизни. Мы, друзья, очень хорошо делаем, когда обращаемся и прибегаем к Нему. Сегодня имею на сердце поделиться с вами некоторыми мыслями о важности выработки библейского мировоззрения по всем пунктам нашей жизни. Особенно, кстати, это касается молодого поколения. Сегодня выделю буквально несколько из них. Первое. Есть только единый истинный Бог и Его Сын Иисус Христос. Наше понимание Бога, даже будучи лимитированным, проявляет себя в виде наших поступков, нашего характера, нашего мировоззрения. Но наше понимание Бога должно простираться дальше, чем просто знание о Его существовании. Понимание Бога как того, кто является настоящей личностью, принимающей участие в судьбе каждого без исключения человека, определяет и цели нашей с вами жизни. И очень часто, общаясь с молодыми, особенно людьми, да и не только с молодыми, я определил то, что один из самых трудных вопросов, который человек встречает на своем пути, заключается в том, чтобы понять, каким образом Бог проявляет себя и каким образом человек может иметь с Ним тесное общение. Вначале Бог проявил себя посредством, назову это, общего откровения, это творение видимой вселенной. Затем Господь проявил себя через специальное откровение, подарив человеку священное писание, ну это Библия. И в конце времен Господь проявил себя в заключительном откровении, подарив нам Спасителя в лице Иисуса Христа, Сына Божия. Поэтому третье назову, дьявол принес зло и грех в этот мир. И наибольший враг нашей с вами души, наибольший враг человека это Сатана, который разрушает и несет смерть. К сожалению, подавляющее большинство живущих считает дьявола несуществующим. Но именно он имеет свою стратегию, направленную на то, чтобы совратить творение Божие на свою грязную дорогу. И хотя Сатана не имеет того, чем обладает наш Господь, чем обладает? Всем могуществом, вездесущим, всезнанием. Тем не менее, он, Сатана, наполняет этот мир духовной тьмой. Вот поэтому, живя святой и праведной жизнью, дорогие мои, христианин ведет непримиримую и постоянную борьбу с врагом своей души, с силами зла и нечестия. Вот по этой причине-то Господь перед уходом с земли дал нам чудесное обетование. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, получивший рождение свыше. Мы имеем силу для победы над Сатаной. Рожденный от Бога побеждает мир. В 1 Иоанна написано, в 5 главе, кстати. Третье в мировоззрении нашем. Милость и прощение было предложено человеку самим Богом. И Библия говорит о суверенном Боге, который задолго до хреха падения человека в Едемском саду предусмотрел искупительную жертву своего сына для прощения грехов. Это был именно человек, а не Бог, проявивший инициативу отделиться от Бога через непослушание. Непослушание Его Слова. И скажу так, это был именно Бог, а не человек, проявивший инициативу, дар прощения и дар милости взбунтовавшемуся человеку. Четвертое в нашем мировоззрении. Иисус Христос. Единственный путь для получения жизни вечной. Единственный, нет других путей. Две тысячи лет назад рождение Сына Божия разделило время и открыло путь для спасения. Не столь важно, что мы думаем о том или ином человеке, некогда жившем на этой земле. Но очень важно, что мы думаем об Иисусе Христе и принимаем ли мы, это очень важно, спасителем и Господом своей жизни. Только это будет иметь значение в глазах всемогущего Бога. Обратим внимание на то, друзья мои, что Христос не просто говорил о том, что Он знает путь, ведущий к Отцу или на небо, но Он Сам является этим путем. Я есть им путь, говорил Он. Для того, чтобы Его кровь послужила искуплением падшему человеку, Иисус должен был быть и Богом, и человеком. Истина о том, что Он был полностью Богом, уполномочила Его, я так скажу, предложить именно себя совершенную жертву за грехи людей. Истина о том, что Он был полностью человек, означает то, что Он как человек имеет все права умереть вместо нас из-за нашей грехи. Только таким образом Бог Отец смог принять пролитую кровь Иисуса Христа и эту жертву, Его жертву. Насколько мы счастливы и блажены с вами из-за того, что Духом Святым нам открыта истина о спасении, о святой праведной жизни и о жизни вечной. Мы обладаем несметным богатством, так скажу, ничем не сравнимым в этом временном пространстве. Это было для нас с вами, друзья, было дано в виде подарка от самого Бога. Это как дар, незаслуженно, незаработано и не куплено за деньги. Спасение и жизнь вечная не имеет временных рамок или любых ограничений. Это навеки и навсегда. Да благословит вас Бог. Я именовал несколько пунктов или штрихов нашего с вами мировоззрения, нашего вероисповедания. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok